Ребенку на тот момент было только пять, он занимался футболом всего-навсего полгода, но занимался очень успешно, у него все очень быстро получалось, поэтому, я думаю, отвезу его и скажу, что ему шесть лет. Вообще не работают над тактикой, от слова совсем. Установки на игру чисто психологические, чисто поддержка, давай, ты сможешь. У нас есть примеры, где дети очень одаренные технически с детства с ними занимались, их реально воспитали, они высокие, у них есть все качества. Но есть ребенок, который приезжает вообще необученный, который только футболом занимается, может, год, который бегает вроде бы неправильно, неправильно дает передачу, неправильно бьет, но при этом он играет, потому что он просто бесстрашный, он вступает в каждое единоборство, он ничего не проигрывает, он где-то там ошибается, потому что еще необученный, даже мало играл, например. Но он играет, ему ставят приоритет в любом населенном пункте, в любом, если там даже 500 человек живет, там есть футбольное поле хорошего качества, есть футбольная школа, и туда пойдет каждый мальчик, возможно, и девочка, но каждый мальчик пойдет туда. Ну, из 10 один не пойдет заниматься. Приветствую вас, друзья, на YouTube-канале Футмол. У нас в гостях родитель юного футболиста 2013 года рождения из Академии Феорентино Италия. Более двух лет назад семья переехала из Украины, города Киева, в Италию, и ребенок перешел в Академию Феорентино. Как попасть на просмотр, как прошел отбор в Академии, как устроен тренировочный и игровой процесс, и как ведут себя тренеры, родители, и, в конце концов, сколько это стоит, мы поговорим сегодня в выпуске. Смотрим. Удар, нет, удар не получилось, мяч Феорентино Нову, пас назад, Кусаина, удар по ротам, ну, удар, гол! Виталий, расскажите, как вы попали в Феорентину, и, возможно, немножко про футбольную историю вашего ребенка. Здравствуйте всем, мы из Украины, из Киева, начинали, ну, мы сами не из Киева, а 5 лет привезли ребенка в Киев, хотели там по своим, по бизнесу, приехали в Киев. И позвонил я в Динамо Киев школу, там нашел на сайте их номер телефона, отборы у них проходили в августе. И набрал, они сказали, самый младший возраст, это 6 лет. Ребенку на тот момент было только 5, он занимался футболом всего-навсего там полгода, но занимался очень успешно, у него все очень быстро получалось, поэтому, я думаю, отвезу его и скажу, что ему 6 лет. С чего начинается осознанная игра в футбол? А начинается она с понимания футболистами своей индивидуальной тактики. Занимаясь ведением юных игроков из разных стран мира, я обнаружил, что многие тренеры не доносят азы индивидуальной тактики до своих подопечных. В результате чего ребята действуют в игре, опираясь больше на свою интуицию, чем на твердое понимание своей индивидуальной тактики. Именно поэтому я разработал систему помощи юным футболистам и создал обучающий курс «Основа основ». Обучение поможет не только футболистам от 8 до 17 лет, но и тренерам освоить методику донесения информации до детей понятным способом. Родители, уберите пробелы в футбольном образовании своих детей с помощью обучающего курса «Основа основ». Доступ к обучению можно найти по ссылке в описании этого видео. Когда его там принимали, просто спрашивали тренера, сколько тебе лет, он говорит 6, там все, его запустили. Детей очень много было. По итогу он прошел этот отбор и уже, когда брали уже документы, увидели, что он младше оказывается. Ну и ничего, оставили его с 12-м годом. Он у меня 2013 года рождения, его оставили с 12-м годом. И он проработал два года с 12-м, а потом в свой 13-й перешел. У нас в «Динамо» все было очень классно, все на бесплатной основе. С самих 5 лет все выезды, все турниры, вся экипировка, все обучение, все полностью было за счет «Динамо Киев». Тренера очень классные, заложили фундамент реально технический, все было, ну прям вау. Команда собралась с 13-го года очень сильная, классная. Дети приезжали, пособирали, не знаю, как так обстановка такая сложилась, но классные все дети были. Мы все везде выигрывали, аж чересчур выигрывали, потому что конкуренции не было. Надо было играть по старшим, руководство почему-то этого не делало. Ну, это все было еще 23-й год, это им было там по 9 лет. 8-9 лет. Ребенку еще было 8 лет, и в 22-м году мы в связи с ситуацией в Украине выехали в Италию. Меня сначала не выпускали, моя жена поехала с ребенком и еще с одним младшим. При этом беременная была. Я их отправил, сам не смог выехать. Мы, конечно, планировали сразу футбол, сразу здесь в топ-клуб, конечно, накрутились, потому что у нас в Динамо не было никаких проблем ни с составом, он все время лидер. Все время все хорошо, никаких побочных эффектов футбола мы не чувствовали и не знали, в принципе. Все у нас прям классно, все было, все развивалось, ребенок все время на позитиве, тренировок все любят. Поэтому думали, Виталий, сейчас приедем, быстренько подписываем контракт в Милан, Интер и все, и дальше прям в футболе. Ну, на самом деле мы нашли скаута, нам дали номер, телефон Алекса Великих, мы набрали ему. Он сказал, без проблем приезжайте, назвал нам город Тоскани, мы сюда приехали. Но по итогу была ситуация, вначале очень много людей ехало, много детей, все с ним связывались, у него очень было много проблем там своих, ну, он всем помогал. И находился в тот период вообще в другом месте. Его жена помогла нам найти жилье, ну, не нам, а семье моей. Все нашли жилье, как бы все нормально, быт устроили, но футбола как такового не было, потому что мы были далеко от топ-клубов, по 140 километров нам надо было минимум ехать к топ-клубу. И ребенок просто на улице занимался с мячом, мимо проходил человек и говорит, а вы откуда, кто вы, как вы, как он так работает с мячом, сколько ему лета, ему 8 лет только было. И ребенка, он говорит, я в местной команде позже, команда играет в серии D, Фолоника Гаварано, серия D здесь, это непрофессиональная лига, это первая непрофессиональная, это цепь профессиональная. И он сразу экипировал, одели ребенка, пустили тренироваться в местную команду, тренировался каждый день со своим годом, старшими на год и старшими на два года. Короче, целый день занят был, все время в работе, как бы все классно было. И буквально через три месяца я уже приехал, он постоянно на все турниры, по старшим ездил, они его везде все брали. Но здесь в Италии, если команда непрофессиональная, она не имеет права выезжать за территорию региона. От Тоскана и все, вот турниры за пределами неприветствую нельзя. Поэтому все дети, которые играют в таких клубах, все хотят попасть в профессиональную, кто выделяется, все хотят попасть в профессиональную, чтобы с ним ездить по всей Италии, выезжать за регион, в другую страну, по всем топ-турнирам. Поэтому три месяца прошло, они ездили по местным здесь турнирам, встречались даже с топ-командами. Я приехал через три месяца, попал на один топ-турнир, там были представители Ромы, Ферентины, Монца, серия А, даже были там со Швейцарии команды, как бы уж такой международный турнир очень хороший. И он проходил как раз в этом городочке, где моя жена, куда мы приехали в самом начале. И тут сразу все начали скауты подходить, потому что ребенок сам тянул эту команду местную. Для местной команды у них вообще другие приоритеты были, у них развлечение, это игра, это удовольствие, это это. А мой ребенок после каждого поражения плачет, там это для них это дико было, он не понимает, почему ты расстраиваешься. Мы сыграли, проиграли, там ничего страшного. Ну и на нас вышли сразу руководство Эмполь, Ферентины, предложили играть у них со следующего сезона, с сентября месяца. Это был май месяц, конец мая месяца. Поэтому мы обдумали, поговорили, там то, к нам прямо на пляж приехали руководители, мы начали спрашивать, какие условия, чем-то поможете, потому что у нас нет ни условий для жизни, ни для переезда, ничего. Ну они как бы говорят, ну так все поверхностно, да, да, мы всем поможем, все будет хорошо. Ребенок ждал конца августа, готовился, тренировался, чтобы начать сезон уже в Ферентине. Мы подписали бумаги, тут нам сообщает Алекс Великих, что директор, с которым мы подписывали договор, его уволили. Мы думали, что мы все остались без команды, что случилось. 21 год проработал человек в команде в Ферентине, и так оказалось, что его уволили. Ну Алекс Великий помог нам с документами, со всем, говорит, не переживайте, вы в клубе, все там, все знают, что вы в клубе, все нормально, с вами подписали по-настоящему договор, просто там руководство поменялось, и все нормально. Он помог нам с документами, подсобрали там то, что надо, и с сентября уже были в команде. Команда полностью на бесплатной основе, все турниры, все бесплатно, нигде ни одного цента с тебя не берут. Ну топ-клуб, это уже, конечно, совсем другой разговор, потому что турниры, итальянские топ-клубы, но я думаю, так и все остальные топ-клубы других стран, их приглашают на турниры, сами турниры. То есть турниры-организаторы приглашают, оплачивают проезд, оплачивают питание, проживание, турниры, никаких взносов. Все топ-клубы ездят на турниры только на те, где их полностью за них все оплачивают. Поэтому чем топовее клуб, тем его чаще приглашают на классные турниры. Ну, слава богу, Ферентина нормально, нас приглашали, то есть мы ездили и в Мадрид в первый же сезон, и во Францию, и Лондон. Ну, в Лондон мы не поехали в связи с визой, не сделал нам клуб визу. Ну, а так везде все турниры топ-клубы, местные, в Италии очень классные турниры, грандиозные, вообще съезжаются просто лучшие команды всей Европы, лихий чемпионов, просто на вид, ну, вообще грандиозный футбол. И вот так вот мы остались. Через полгода к нам подошли руководители, отозвали меня прямо на тренировке, и сказали, что они смогут нам даже помогать в плане финансовом. И сделали ребенку даже зарплату, которая нам покрывает наши расходы, которые я там трачу на ребенка, на дорогу, на то себе. То есть получается, что отбора как такового у вас в Академии не было, скауты Ферентины увидели ребенка на турнире, увидели сразу качество, и пригласили в клуб, вы в клубе. Скажите мне, пожалуйста, как проходил процесс оформления, какие документы нужны в Италии для того, чтобы играть, скажем, иностранному гражданину за местный клуб? Ну, наша ситуация такая, что Италий, Евросоюз принял закон, что всем украинцам по украинскому паспорту сразу здесь сделали permessa desi giorni. Это паспорт, разрешение здесь на работу, на проживание, на обучение ребенка, то есть все полностью. И сделали нам медицинскую страховку, то есть тоже карточка, которая отвечает за всю медицину. И все, нам все сделали, и поэтому главное, Виталий, это прописка, когда этот документ получил, ты прописан где-то, и эта прописка как твой документ, и ты можешь играть в футбол, учиться, но только в этом регионе, в Тоскане. Вот мы, например, попали сюда, вот мы с этого региона могли выбирать только те клубы, которые здесь есть. И вот поэтому они приглашают, они друг с другом конкурируют, но дальше, например, всем и другом, а другой регион, там Рома, Милан, там это, мы не могли выехать, потому что мы могли только здесь, потому что мы здесь уже зарегистрировались, ну, то есть вот такого плана. Всем все быстро сделали, в течение двух недель нам сделали все-все-все документы, просто так, ну, никаких, просто обошли в полицию, дали паспорт, оформили документы, поэтому очень в этом плане, конечно, просто сейчас для украинцев. «Динамо» отпустила без проблем «Динамо» Киев? Никаких? «Динамо» до 13 лет, в принципе, вообще не могла никогда задержать, потому что нету, это не академический возраст, а если даже сейчас и после 13 лет, они тоже не могут в связи с ситуацией, украине всех должны отпускать детей, не могут держать. То есть ваш сын еще в этой общей системе UEFA зарегистрирован еще не был? Да, все верно. Первое ваше впечатление, то есть тренировочный процесс в Академии Ферентины, что он из себя представляет, расскажите подробнее. Отличия между «Динамо» Киев и Ферентиной практически не было в упражнениях. Упражнения все одни и те же, игра один в один, два в два, три в три на маленьком пространстве, быстрое принятие решения и все за счет единоборств, все, все упражнения строились на этом. Поэтому здесь мы сильной разницы вообще не заметили, что там уровень был классный, скорость работы, подбор футболистов, что здесь. Все было оно так же, прям вау, все классно. Но когда мы коснулись дальше, для нас очень было сложно понять, как они строят тренировки, потому что у них нету свистков. Тренера почти все воспринимают с улыбкой. У них идет борьба до последнего, они чуть ли там в моменте уже влетают друг в другу сзади, рвут манишки, рвут футболки. Это в Ферентине. А в Украине все просто, все только где-то чуть кто-то кого-то зацепил, свисток, остановили игру, пошли, потому что хоть и контакт есть, но все возмущаются, родители между собой ругаются, если что. Почему ты моего ребенка бьешь, почему то. То есть в таком плане здесь такого вообще нету. Родители между собой вообще не ругаются. В этом плане дети после любого момента максимум могут там не пожать руки и разойтись. Но никогда никто на кого не обзывается, ни драки тем более, ничего такого нету. Это было непривычно. Плюс в конце, когда идет игра, линии формальные все, мяч постоянно выходит за линию, игра продолжается, выходит там вообще далеко. На соседнее поле летит мяч, дальше игра продолжается. То есть от такого плана это для нас было немножко дико, но это все ко всему привыкается. И потом встает это вообще нормально, и думаешь, почему бы и нет. По поводу тренировки, у нас было в Динамо-Киеве, ну мы были что-то младше. У нас было час тренировочного процесса и полчаса игрового в конце. Здесь полтора часа тренировочного процесса и полчаса в конце игрового. Три тренировки в неделю было, вторник, среда, пятница. И на выходных игра чемпионата, или на выходных, все выходные заняты там турниром, выездным каким-то там, куда мы там едем, или к нам едем, или еще что-то. Сам чемпионат, иденция чемпионата очень слабенькая, потому что играем в этом регионе. Команды, уровень команд, хоть играем на год старшими ребятами, но они слабее. Развивающим мышлением из разных стран мира. Пробейте потолок в своем развитии с курсом Тренер ПРО. Доступ к обучению вы найдете по ссылке в описании этого видео. Значит, три тренировки в неделю по два часа, плюс игра. Сколько ребят в команде? Первый сезон было 14 в первой команде и 16 во второй команде. Второй сезон, вторую команду распустили. Оставили только первый состав, оставили три вратаря и 14 футболистов. Какой состав интернациональный? Все итальянцы, либо есть ребята из других стран, кроме вас? Есть просто родители, которые эмигрировали, приезжали в связи с работой, еще с чем-то. Есть мама испанка, папа итальянец. Первый сезон был у нас с Перу, перуанец. Есть у нас грузин наш. Грузин у нас приехал тоже, да. Он был в Спартаке-Москва, кстати, перед этим. Тоже у него классная история. Молодец, хорошо здесь себя зарекомендовал и хорошо себя прогрессирует. Потом, ну а так в основном все итальянцы. Итальянцы, да. 14 плюс 3. Сколько тренеров в команде? Смотрите, тренеров есть главный тренер, есть второй тренер, есть тренер по вратарям, есть тренер по физподготовке и есть тренер по финтам. Эти все тренера, они занимаются только тренировочным процессом. Все остальное, вокруг поля носить, мячи, там все, занимаются два администратора, которые постоянно носят мячи, воду, там занимаются документами, там всем делам, там позвонить, написать в WhatsApp, там еще что-то, то есть связь только через них. С тренерами контакта никакого нету. Ни у родителей, ну у родителей нету. Дети, понятно, на тренировке там могут. А так с тренерами никто не контактирует вообще. Психологов в штате нет? Нет, нету. Такого нету. Знаю, что есть в академии постарше, там 14 лет, 13 лет. У кого, вот, например, в этом году мальчик 12-го года, там у него были какие-то проблемы, он боялся играть или еще что-то, с ним работали психологи в клубе. Но так как таких проблем нету в команде, у нашей конкретно, то нет, не связывались с этим. Знаем, что есть где-то, где-то там сидит в штате женщина, но мы нет, мы не знаем. Я был в академии Интер, в возрасте 8-10 лет были такие необязательные тренировки по желанию, вот именно по тематике. Как у вас с этим? Есть дополнительные тренировки? Нету ничего, все, есть только вот эти тренировки, нету никаких нелегкоатлетических, чисто вот такие тренировки футбольные, больше вообще ничего нет. Хорошо, немножечко по структуре тренировки расскажите. Полтора часа, вы говорите, идет упражнение, полчаса игра. Что по структуре, как классика, разминка, некая основная часть координация плюс техника и потом игровые ситуации? Все правильно, все так и есть, да. Разминка еще за счет работы с мячом, там какие-то на координацию упражнения, правильно, правильно, так вы говорите. А потом сразу идут единоборства, разные игры в один в один, там передачи, такое. Все, и в конце игра. Да, итальянский футбол это такой упор на индивидуальную тактику. Что вы видите в тренировочном процессе, вот индивидуальной тактике футболистов при игре с мячом, без мяча, какое внимание уделяется и как это тренируется? Ну, смотрите, они, конечно, индивидуальности любят, однозначно. Они вообще не работают над тактикой, от слова совсем. Установки на игру чисто психологические, чисто поддержка, давай, ты сможешь. Никаких вообще тактика, просто там поставили состав. Это прямо на самом большом уровне. И даже старшие ребята, я вот разговариваю, вообще над тактикой вообще работы-то нет. Но индивидуально они работают, то есть на тренировке тренера могут забирать нападающих, защитников, полузащитников, с ними отдельно работать, работать над их индивидуальными качествами. Это постоянно происходит. Во время тренировки просто забирают с общей тренировки, там три человека, четыре человека похожих качеств футбольных, и с ними работает отдельно тренер. То есть вот так вот работает. На что обращать внимание здесь? Самое главное, это здесь, чтобы человек вступал в единоборство, не отворачивался от мяча. То есть, какие бы ни были у него технические качества, какой бы он ни был бы быстрый, какой бы ни был бы с ударом, с передачей совсем, но если он проигрывает единоборство, то все, на нем поставят крест. У нас есть примеры, где дети очень одаренные технически с детства с ними занимались, их реально воспитали, они высокие, у них есть все качества. Но есть ребенок, который приезжает вообще необученный, который только футболом занимается, может, год, который бегает вроде бы неправильно, неправильно дает передачу, неправильно бьет, но при этом он играет, потому что он просто бесстрашный, он вступает в каждое единоборство, он ничего не проигрывает, он где-то там ошибается, даже потому что еще не обученный, даже мало играл, например. Но он играет, ему ставят приоритет. А те дети, которые где-то там брал ножку, где-то не добежал, где-то проленился, хотя если на тренировку поставить в упражнениях того и того, то скажут, этот вообще не футболист, а тот профессионал, там уже все можно подписывать первым. Поэтому для них очень важно вот это, у них здесь все строится на борьбе, на жесткости, вот такого плана. То есть мотивация играть и не проигрывать единоборство является основой? Основой, просто основа, основа вообще здесь, да. Скажите, пожалуйста, а вот конкуренция внутри команды сильно чувствуется? Мой ребенок играет на позиции защитника, самый высший его ставит, это в опорной зоне. При том, что он один из самых маленьких в команде, с ростом очень маленький. У него рост 2013 года метр сорок два. При том, что в команде есть дети намного выше, но для них, у них, конечно, есть приоритет. Если по тенденции Академии смотреть, они, конечно, берут побольше ребят, посильнее. Ну, это логично, потому что любой бы брал бы, тот, кто выше, сильнее, ему легче просто выиграть единоборство, то все. Но они ко мне сразу подошли и сразу меня успокоили, ты не смотри. Мы не смотрим на рост твоего ребенка, мы смотрим на то, как он играет на поле. То есть, если ребенок выиграет единоборство у тех, кто метр семьдесят, им абсолютно все равно. Они, конечно, не будут приоритет давать тому, кто выше. Поэтому они здесь уделяют внимание этому всему физическому состоянию, все. Но они смотрят на футбол в первую очередь. Конкуренция в команде, ну, как сказать, из-за того, что мой ребенок попадает в первую пятерку, шестерку, для меня кажется, что нет. Конкуренция не сильно большая. Но для тех, кто не попадает, для них большая, потому что у них постоянно идет команду, постоянно меняют детей. То есть, каждые полгода могут менять команду детей. То есть, если новый приходит, они это убирают вообще без зазрения совести, они никому шансов не дают. То есть, постоянная селекция, селекция, селекция. Пришел мальчик сильнее, то есть, мальчика взяли сильнее, более слабого отправили. Никто с кем. Глаза они, конечно, всем улыбаются, говорят, что все у вас прекрасно, у вас очень сильный, классный ребенок. Но просто потом говорят, извините, вы уже не остаетесь в команде. Это происходит каждые полгода или это раз в сезон? Нет, это, наверное, раз в сезон. Вот так, что явно. Раз в полгода могут родители сами забрать, потому что там ребенок не ездит на турниры, не берут явно. Или ему там не дают игровую практику, то бывает, что зимой ты можешь забрать ребенка. Хорошо. И скажите еще, пожалуйста, а тренеры меняются? У нас так получилось, что в первый сезон дали хороший результат. И во всех возрастах сменили тренировку, кроме нашего. В нашем из-за того, что год провелся очень хорошо, стабильно, я так понимаю, оставили тренера. Но в этом сезоне уже все, уже поменяли, уже назначили другого тренера. И все возраста тоже поменяли, только в 1-12 года оставили на 2-й год. Отлично. Переходим к игровому процессу. Значит, что вы видите? Игра на результат? Что является результатом для вашего тренера? Счет или развитие футболиста? Счет. Счет. Только результат команды, только имя клуба для них важно. Вообще ничего. Никто не важен. Только результат и клуб, потому что все международные турниры играются конкурентоспособными детьми. С лучшими клубами серии А, с Аяксами, Бавариями. То есть все клубы, которые, возможно, Реал Мадрид со всеми играется. И у всех результат. У всех. Кто там говорит, кто кого хочет. Развитие это только в частных школах, в частных академиях. Вот здесь там развитие. Там с ребенком будут ребенку уделять внимание. Здесь нет. Мы, я вам расскажу пример, в первый сезон поехали в Мадрид на турнир. И мы в групповом этапе, где еще там слабые были соперники, то там еще давали детям играть. Дальше просто играли одни и те же. Одна замена. Один человек менялся, выходил. Все. Мой ребенок отыграл все игры от звонка до звонка. И просто мы играли в формате 7 на 7, 6 плюс 1. 6 футболистов и один на воротах. И у нас пятерка, пять человек, играло просто без замен все игры. Все важные игры. И, конечно, когда мой ребенок там играет, я доволен. Я на трибуне доволен. Я все это. Но я смотрю на других родителей, потому что приехало пять человек на замене сидит. И они просто в шоке. Потому что терпеть это в таком раннем возрасте. Детям по 10 лет. Ю-10 это был турнир. Но это вообще неприемливо, неправильно. Но так как я же говорю, у меня все хорошо, поэтому я нормально. Я доволен. На всех турнирах везде идет результат. Максимум, когда команда слабая соперника или уже не важен, мы уже там прошли с группы, вышли. Они, конечно, ротацию делают. Ну и ротацию, конечно, будут делать в первую очередь моего ребенка. Потому что итальянца в приоритете. Интере тоже этот вопрос задавал в Академии. И мне так в приватной беседе главный тренер Академии сказал, что Интер это имя. Мы им не можем проигрывать. Поэтому у нас Академия, а футболисты вырастают в Кальяре, в Джену и так далее. В других небольших Академиях, в которых им дают играть, развиваться и делать, что они хотят. Мы это понимаем, но ничего сделать не можем. Все верно. Так оно и происходит. Они, конечно, в глаза говорят, что нет. У нас главное это дети, главное это этот. Но на самом деле на практике совсем другое. В чемпионате, да. В чемпионате у них поставили Федерация Футбола Италии за правило, чтобы все играли одинаково. И они выпускают всех одинаково. Но чемпионат очень слабого уровня. Поэтому там не совсем не важна ротация. Они там все выиграют в любом случае. Хоть там и будет весь второй состав играть. То есть получается в чемпионате Тосканы, условно говоря, играют все одинаковое количество времени. А в международных турнирах, там где топ-клубы и Академии, там играют только сильнейшие в ущерб остальным. Да, да. Все верно. Да, интересно. А вот с кем, допустим, за последний год, с какими командами играла команда вашего сына? Ой, Real Madrid, PSG, Juventus, Inter, Roma, потом Аталанты, нет, встретились. Аякс, там, ну, просто все, которые возможны в Европе, со всеми пересекаемся. Там, ну, Италия вообще практически вся, там, может, там по случайной обстановке не пересеклись. Но европейские просто играем, там, Рая Валикану, ездили, там, клубы Ла Лиги, клубы Германии, там, то есть все, со всеми играем. Просто турниры просто грандиозные. Вообще приезжаешь, смотришь. То есть вся Лига Чемпионов и Лига Европы вместе взяты? Да, да, да. Это реально так и есть. Это просто все-все-все самые крутые. По названиям вообще просто все крутейшие клубы. А как по игре и по счету с этими командами? Как вы конкурентоспособны? Очень конкурентоспособная команда. Мы такие грандиозные турниры, прям, где вот такие топы, мы их не выигрывали ни разу. Но, ну, потому что там команда постоянно от 32 до 64 таких самых топов. Но мы все время там в восьмерке, в десятке, вот постоянно там. Уже где-то там на финальной стадии. Но никому разгромно не проиграем. Все. С Манчестер-Сити в последнем турнире проиграли, вылетели в 1-8. 3-1. Это самый такой был для нас удар. Удар, да. Но дальше мы все хорошо. И так, Реал Мадриду мы проиграли 4-3. Очень борьба на последних секундах там проиграли. Ну, и такое. А так в основном Маякс обыгрывали. То есть, при том, что там очень-очень сбалансированная команда, очень классные дети. Наталья, а еще скажите, пожалуйста, а игровые позиции у ребят меняются на поле? Я бы сказал бы, вот в чемпионате их меняют. Вот в чемпионате, где нет результата, где нужен результат, все играют. Где вот какое самое сильное качество, на какой позиции, вот там ребенок будет играть. Однозначно никто никого не поменяет. Ну, в чемпионате, да, они могут прям ротацию там большую сделать, даже защитника застрального нападения поставить, то есть без проблем. Две параллельные дороги, получается. Есть федерация, которая это понимает и которая создает правила, а есть международные турниры, бренд, имя, где уже правила не работают, работает только победа любой ценой. Все верно, все верно. И так я вам скажу, Ювентуси так во всех топ-клубах, потому что я общаюсь с людьми, везде так. Хорошо. Скажите, пожалуйста, тренеры, то есть как они общаются с детьми во время тренировки, во время игр, а что скажете? Тренеры только лайт, только в удовольствии, только с улыбкой. Как бы ни было, ни развивалась ситуация с ребенком, как бы ребенок ни играл, с ним будет только хорошее, классное отношение. Только поддержка, постоянная, вообще никаких ругательств, ничего не будет, будет просто действие и все. То есть ребенок, если проваливает игру, просто будет действие, там, замена, следующий невыезд или еще что-то, ну, то есть такого плана. Но глаза никто не будет говорить, ты там такой плохой, из-за тебя, там, еще что-то, такого нет. Все друг друга поддерживают, дети друг друга поддерживают, в принципе, никаких, а родители тоже, все классно. То есть поэтому и психолог в штате не нужен? Да, не нужен, не нужен, правда, атмосфера просто обалденная, вообще все, все, все классно. А тренеры с родителями не коммуницируют напрямую, весь контакт через администратор? Да, да, администрация или высшее руководство, если уже там серьезные какие-то вопросы, там, не знаю, там, какие-то проблемы с ребенком, или там, что-то не устраивает, и все, это к руководству. Если бытовые вопросы, это все к администрации. А родители как ведут себя на играх? Родители спокойные, есть азартные, но азартные в плане фанатизма, чисто фанаты, потому что здесь Италия, они все фанаты футбола, здесь каждый учитель, каждый продавец, все знают все про футбол, просто все. Женщины, дети, ну, это просто в шоке, удивляешься от этого. Поэтому все только поддержка. То, что мы делаем с подсоветского пространства, то есть это вообще для них не приемлемо, они вообще, они в шоке, при том, что они нас не понимают, еще и эти крики. Мы как бы пытаемся, на нас руководство выходит и просит, чтобы этого не было, но все равно срываемся, потому что не можем себя перевоспитать, реально. Перевоспитаетесь, нужно время. Да, согласен, потихонечку я вижу прогресс, но все равно проскакивает. А атмосфера внутри родителей, то есть есть какое-то сообщество, вы общаетесь, проводите все время? Очень круто относятся, независимо от конкуренции детей, есть, все дружат, все постоянно для них тут покушать в ресторане, это очень важно всем, надо там быть. Если туда не приходишь, это не уважение там для них. Они, конечно, очень все дружат, все классно общаются, все друг другу помогают в любой ситуации. Обалденно вообще. Вот не чувствуется, как будто это вообще не конкурентоспособное сообщество, то есть вообще все классно. А дети, конечно, ну если что-то где-то не получается, ну, конечно, родители расстраиваются, но они этого вообще не показывают. Вот так говорят, ну все, у нас дорога другая, значит, все, идут, идут в другой клуб, ищут или еще что-то. Но до последнего, даже вот когда ребенка не продлили, не остается он в команде, до последнего он будет, даже после того, как он уже узнал, что все не будет дальше в команде, все равно встречается, он организовывает встречу, все родители собираются, все отдыхают, то есть все классно. Да, интересно. Скажите, пожалуйста, вот футбол понятие, такая социальная жизнь вашего ребенка в Италии, школа, адаптация, язык, как это все проходит? Как раз очень классно, что он побыл в команде непрофессиональной вначале, хотя отношения этой непрофессиональной команды здесь на уровне наших топ-академий. Это было просто довоз детей со всего местности соседних городков, это лучшие классные поля, это классная экипировка, это ну все, все обалденно было. Ребенок классно, что если бы побыл, побыл со всеми возрастами, потренировался каждый день, сразу пошел в школу, потому что документы были, их приняли в школу, но им сделали как бы отдельно учитель с ними, хотя он по-итальянски разговаривал, но отдельно им уделял внимание, потому что дети вообще не понимали, куда они попали. Ну быстро, в течение трех месяцев дети схватили язык, все, ребенок просто, я уже приехал сюда, он уже мне помогал везде общаться в магазинах, там все, что надо по мелочам. Ну и в сентябре уже в Ферентине он уже как будто вообще итальянец был, уже разговаривал полностью. Ну сейчас уже после 2,5 года это уже вообще не обсуждается, тут уже полностью все. Интегрированный полностью итальянец. А он ментально поменялся? Да, из-за того, что он такой покладистый ребенок, он как в Украине себя вел, школа, тренировки, учеба, то есть там у него, он себя там не гулял, не где, в телефоне не сидел, то есть такого плана. Так и здесь, поэтому он сильно, ну не замечая вообще никаких изменений. Все, ребенок себя ведет так же, как там у нас в Украине. Все, вообще, ментально вообще ничего не изменилось. Ну язык изучил, там все, там где-то какие-то повадки, там какие-то жесты, да. А так чисто, если брать как человек, изменился, нет, вообще не изменился. Хорошо. Еще один момент у вас по игре не уточнил. Тренеры в игре управляют игроками, либо дети сами думают, сами решают, сами действуют? Сами, все сами. Вообще ничем не управляется. Может быть, если там играет напряжно, и тренер уже чуть-чуть себя уже не контролирует, он может там сказать, что ты там делаешь, там еще что-то там такого плана. Но это все после момента, то есть до момента вообще практически подсказы нет никакого. Игрой вообще не управляет, дети играют сами. Можно сказать, играем в пас, там, играйте больше в пас, играйте больше длину, там, или еще что-то там, ну такого плана все. Чисто детьми не управляют вообще. А давайте коснемся немножко финансов. Я так понимаю, что обучение в Академии Ферентины для вас бесплатно. И кроме этого вам еще платят какие-то деньги, которые компенсируют затраты, там, на проживание, проезд. Да, все верно, все верно. Все абсолютно бесплатно. Индивидуально есть договариваются про оплату жилья, про там стипендию, это зарплата здесь, про работу, клуб может предоставить работу. Есть пример, Роданай Николас со Спартака приехал ко мне сюда, и мы тут были уже где-то полгода в команде. И мы созвонились, мы знали друг друга, и он приехал к нам. И мы сразу обосновали руководство, что у него нет ничего здесь. То есть, если вы возьметесь на себя, они сказали, как футболисты нам подходят, он сказал, если вы поможете нам с жильем, там, с работой, то есть, поможете нам с документами, где, куда, что, то мы согласны остаться. Ну, немножко затянулось этот процесс, но они согласились. И в течение, там, через месяц уже все было, то есть, ему сняли жилье, нашли сами жилье. Он подписал контракт, его взяли на работу, он работает в штате, там, за академией старшей, там, Ю-18, Ю-19, там, убирает, там, такое. И зарплату сделали, сделали безстраковый контракт, все, у него все, все хорошо. Он сам приехал с ребенком, здесь жена, все остались в Москве, у него еще старшая дочка есть. То есть, пока так. Он решил попробовать, освоиться здесь. Клуб пошел полностью все навстречу, очень понравился им ребенок, и все, клуб сделал все условия, при том, что ребенок также 13-го года, еще и младше по месяцам. Виталий, ну, вы уже больше, более двух лет в Италии, уже так, больше года уже в Академии Ферентины. Вот, скажите, на ваш взгляд, в чем так уникальность детского итальянского футбола, то есть, в развитии футболистов и отличие от украинского футбола, вот, от Динамо Киев? В чем плюс? Самая большая разница – это массовость футболистов, потому что здесь, в любом населенном пункте, в любом, если там даже 500 человек живет, там есть футбольное поле хорошего качества, есть футбольная школа, и туда пойдет каждый мальчик, возможно, и девочка, но каждый мальчик пойдет туда. Ну, из 10 один не пойдет заниматься. Поэтому выбор колоссальный. Все клубы развивают, то есть, с самого детства у всех есть занятость. У нас это только большие города. Все маленькие, дю США, они все слабые, потому что там не за то думают, там вообще все, вообще развивающее у нас. Но города, да, у нас, конечно, развито, все классно, но выбор маленький. Здесь, за счет того, что здесь эта массовость, эта массовость просто колоссальная, и с них по-любому находишь ты талантов. Находишь просто таланты индивидуально такие. У нас нападающий – это мальчик просто одарование просто футбольное. У нас центральный капитан, центральный полузащитник. Это родители вообще к футболу никакого отношения не имеют, адвокаты вообще к футболу не понимают, вообще ничего. Ребенок насколько талантлив. Они у него все спрашивают про футбол, про правила, и для нас это дико. Думаем, как вы так? А ребенок насколько крутой, что вообще? Поэтому у них вот так вот. Всех отдали на футбол, а у кого не получается, будет для развлечения. У кого получается, пойдет дальше. Вот такого плана. Поэтому мы в этом плане проиграем просто колоссально. У нас нет возможности всем заниматься футболом. Абсолютно всем. Всем, каждому человеку в стране. Это первое. Второе – это то, что у нас каждый родитель, если даже у ребенка получается, даже на самом раннем возрасте, в 6-7 лет, он уже все. У меня сын футболист, у него все. Все, мы там будем играть, у нас выезжаем, там все. Реал Мадрид нас заберет по-любому. А у них здесь нет. У них даже самые талантливые дети, самые крутые, которые вот сейчас вот даже 11 лет, за ребенком уже все там реально. Реал Мадрид сейчас приедет, заберет сразу, если родители скажут да. Но у них родителей нет. У них учеба, у них на первом месте. Они говорят, ну будет, не будет, мы не знаем. И реально это видно, что они по-настоящему так относятся. То есть, а мы уже, конечно, мы уже к этому как профессии ребенка относимся, мы уже детей, там уже все, у тебя только футбол. Там перед, если тренировка, там и учеба, приоритет, конечно, тренировка. То есть, у них нет. У них приоритет будет учеба. Нет. Там у них праздник какой-то, до свидания, тренировка, праздник. То есть, у них вот так вот. Они, конечно, в этом плане. И дети им реально не так задавлены. Потому что наших с самого детства все дают. Даже есть, ну, крутые таланты, которые не хуже, чем здесь. Но из-за того, что на них сильно давление, боятся ошибаться, боятся в последней фазе принимать решения правильные, избавление от мяча. Это чем старше уже стоим. И вот наша специфика футбола вот этим отличается. Потому что мы там боимся творить. При том, что в детстве вроде бы все техничные, все классные, все выиграют, так же турниры, и все классно. А дальше все проиграют. А здесь нет. Здесь они расслаблены. Момент запорол, и зиму все равно. Он развернулся, пошел. Такое отличие. Получается массовость. Следующий момент. Это футбол самое важное из всех неважных дел. То есть расставление приоритетов. Родители не увлекаются. И дети ментально свободны. И получают удовольствие здесь и сейчас в игре от того, что они делают. Никто не строит там каких-то замков в голове, перспектив. И никто не работает тяжело на светлое будущее. Все здесь в моменте кайфуют. Все верно. Все верно. Потому что европейцы, у нас ни у кого проблем нету с финансами, как минимум. У нас же, конечно, сильный перепад. Есть баты, есть бедные. А здесь, конечно, все стабильные. Все живут себе. Понимаешь, что если ты выучишься, ты будешь дальше работать, и у тебя все будет хорошо и так. И без футбола. Поэтому такого плана. Да. Слушайте, интересно. И плюс еще, наверное, география. Вот возможность играть с разными странами, с топ-клубами других. Вот эти постоянные спарринги. Это тоже здорово. Это вообще не обсуждается, конечно. Да. Тут все рядом, все близко. Ты везде. Турниры. У нас сейчас в августе 26-го собирают первая тренировка, и 29-го уже вылет на турнир. Уже все. И 10 команд серии А там встречаются. Так это при том, что без подготовки два дня тренировок будет, и все. И уже объявили, уезжаем. То есть вот такое. За счет этих турниров, конечно, это разница классная конкуренция. Ты постоянно на самом высшем уровне играешь. Постоянно с самыми сильными детьми Европы. Реально все Европы. То есть ты с ними сталкиваешься, играешь. Это классно. А скажите, пожалуйста, вот Динамо Киев 13-го года. Много ребят уехало в разные страны. Если знаете, поделитесь их историями. Кто где и какие там есть особенности. У нас классные были дети реально. И кто как. Кто принял решение поехать там в Португалию, в Лиссабон. Их там даже не захотели смотреть. Они там просидели два месяца. Пытались, бились там лбом об стену. И ну ничего их не. Потом они развернулись. Поехали в Испанию. В Валенсию. В Валенсии также были проблемы. Туда-сюда. Но по итогу ребенок, при том, что он классный. Он сейчас находится в филиале Вильяреала. Ждет своего шанса вот такого плана. Есть, который такой же ребенок очень талантливый, но атакующий. Этот защитник был. Атакующий говорит, нет, я поеду в Барселону. Я добьюсь, меня посмотрят. Все будет классно. Но он классный ребенок, вопросов нет. Все посмеялись. Но он поехал. Приехал. Нашли там через этот. Сначала его отправили. Говорят, вот максимум, что можем тебе там дать. Это... Ну никто не смотрел его, соответственно. Филиалы, Эспаньола он пошел с Орданьолу. Там, где Майоров. Вот туда он пошел. Он там отыграл буквально, не знаю, три месяца. И Эспаньол предложил контракт на четыре года. И так как Барселона, они там все завязаны, они узнали. Барселона приехала, папу отозвали. Узнали на каком-то турнире. И сказали, нет, подождите, поехали. Показали базу Ла-Массии. Показали все условия для ребенка. Сказали, все, вам надо быть в Барсе. Никаких Эспаньолов. Какие четыре года. Зачем вам подписывать сразу на четыре года? Давайте на год с Барсой. И они, конечно, растаяли и пошли в Барсу. И побыли до конца сезона, поиграли в этой Сарданьоле. И с сентября месяца этот сезон весь он уже провел в Барселоне. При том, что он Денис Соколовский, атакующий, играл стабильно весь сезон. Лидер с капитанской повязкой выходил. То есть все, когда ты сильный ребенок, и у тебя родители просто ломятся. Все получается. Конечно, нам, украинцам, сейчас легко, потому что у нас документы. Это, конечно, самое первое. Мы приехали, и мы уже как местные. В этом плане, конечно, всем легче. Но футбол такой. Ну, там родители тоже адекватные. Они говорят, пробудет год в Барсе классно. Пробудет два классно. То есть опыт – это супер. Но ребенок одаренный, реально играет, его на руках носят. Все классно. Круто. Еще какие есть истории? Да, есть. Есть у нас ребенок, поехал в Германию. Они в Бохуме были первый сезон. Второй сезон им предложили в Шальке перейти в лучшие условия. Чуть-чуть. И они перешли. Тоже лидер. Тоже играет на всех турнирах. Ездит по всей Европе. Нападающий. У нас был Динамо нападающим здесь. При том, что он в декабре родился в конце года. И роста хватает, и силы. И этот все классно на руках. Немцы носят на руках. Так же. Все классно. Все получается. В Зенит у нас поехал. Бекиров Кирилл в Зените играет тоже. Все у него там получается. Все хорошо. Ну, а так много кто, конечно, поехал. Побыли в Европе в каких-то частных клубах. И по итогу все равно вернулись в Киев. Сидят в Киеве. Ну, развивается. Вернулись в Динамо Киеве. И развивается там. Да, я понял. Я вас благодарю за очень интересный разговор. Итальянского футбола у нас на канале еще не было детского. Ну, во всяком случае, я-то был глазами, видел Академию Миланского Интера. То, что вы говорите, очень много откликается. Я понимаю, о чем вы говорите, потому что я это видел. Вот. Ну, а, кстати, еще последний момент. А вот сейчас последняя евро, которая завершилась, и где итальянцы не очень. Вообще, что, как вы к этому относитесь вообще? В чем вы видите проблему? И вообще, что говорят люди в Италии об этом? Ну, итальянцы очень критикуют. Очень критикуют это все. И футбол они еще критикуют с невыхода на чемпионат мира. Команду. Поэтому для них это после победы на Евро 20, для них это, конечно, катастрофа. И это прям удар по ихнему имиджу, по ихнему футболу. Ну, они критикуют и все. И говорят, надо что-то менять. Ну, я думаю, это просто линиями будет идти. Футболисты новые приходят, новые уходят. Сейчас поменяется, омоложение идет. Чисто, мне кажется, из-за этого. А вот у меня, допустим, есть ребята в Испании, на хорошем уровне тоже играют. Я слежу за ними. А у них, кстати, вот эта вот смена позиций, игровое время и так далее. У них тоже в турнирах это проповедуется. И вот вы говорите, что, видите, вот этот есть немножко перекос в системе. Да, в Италии нет. И, возможно, это тоже каким-то образом ограничивает в развитии ребят. Все возможно. Но я же говорю конкретно за Ферентину. Я знаю, что в Ювентусе так же. А другие клубы, я не вникал, я не знаю. Возможно, в других клубах и по-другому. Вот Рома, Рома конкретно, у нас там тоже есть украинец. То у них идет ротация. У них идет ротация. Они даже на турниры по-разному берут детей. То есть вот так. Вот это все от клуба зависит от восприятия. Мне кажется, просто здесь, наверное, им сложно найти в Ферентине 16 человек. Одного уровня. Прям вообще топового, чтобы со всем миром играть. Поэтому у них чуть-чуть они имят своих, пытаются проекламировать, чтобы и больше приглашали Академию на топ-турниры. Вот это очень для них важно. Потому что Ювентус они будут звать в любом случае везде. Все клубы. А все турниры. А Ферентино все равно это второплановый клуб в Италии. А еще расскажите, пожалуйста, в двух словах про условия, про базу. В каких условиях ребят тренируются? База только построенная. Американец-президент купил в 2020 году клуб. Построил новую базу. Вообще, не знаю, последнее слово техники. Последнее. Вообще все, что возможно там влепить, все влепили. И все самое классное. Вопроса вообще нет. У каждого, за каждым возрастом закрепленное поле свое. Тренируются с первой командой на одной базе. Рядом питаются. Рядом все. Ну, такое. Европу и Европу сделали. При том, что первый сезон, когда мы были, мы были еще на арендованных полях. База еще строилась. А сентября месяца, 23-го, уже база. И нас запустили уже в базу. Но для нас не очень классно, потому что наше поле находится далеко от ресторана. То, что ближе, там трибуна, ресторан, там младшие возраста тренируются, там другие. Там можно смотреть. Нам далеко. И мы не можем с ресторана смотреть, с трибуны. И нам приходится выходить, обходить и за забором смотреть тренировки. Поэтому такое. Ну, а так база, конечно, бомба. Вообще классно. Все есть. Все условия. А тренировки можно смотреть за забора? За забора можно. Ну, они не могут запретить за забора. Но можно и так смотреть. Но из-за того, что там, получается, есть стадион на базе главный. И у него трибуна идет в другую сторону. И там идут все поля вот так вот. И те, что трибуна, где видно, вот прям поле ближайшее, там тренируется. Например, в этом году тренировался 14-15 год. Это следующий, можно сказать, после. То родители просто вот так сидят, прям смотрят тренировку. Смотреть можно. Но из-за того, что база большая, территория очень большая. И поля дальние. И просто по территории базы, чтобы родители не ходили, не расхаживали. То есть это уже будет такое. И там первая команда тренируется. Это начнется. Кто хочет, заходит. Кто хочет, не выходит. Поэтому только здесь в ресторане. Только на трибуне. Если, ну, не повезло, что твой ребенок тут рядом не тренируется. Ну, не повезло. Такого плана. Дальше заходить нельзя. Я просто был в интере. Заборы, которые вот обнесена база забора. Они их затягивают непроницаемо вот этой пленкой. Я понял. Чтобы вообще не смотрели. Нет, нет, нет. У нас можно смотреть. Прозрачный забор. Да, немножко деревья мешают. Но мы умудряем. Все хорошо. Все смотрим. Хорошо, Виталий. Я вас благодарю за очень интересное такое качественное интервью. Она очень много ответов дала на вопросы. Вам спасибо за то, что вы, так скажем, у вас появилось желание рассказать про вашу историю. Это очень интересно. Вот опыт итальянского детского футбола. Вам еще раз большое спасибо. Удачи в развитии. Вашему сыну. И чтобы все у вас получилось. Такой путь от мечты к цели. Спасибо большое. Я хотел бы родителям сказать, чтобы никто никогда не думал, что деньги могут играть в футбол. Можно купить место в каком-то клубе, но нельзя ребенка купить ему место в футболе, в игре. Потому что все только от ребенка, от таланта. И те, у кого дети реально крутые, чтобы не боялись, ехали. И даже если финансово сложно, ехали. Топ-клубы – это большой бизнес с большими деньгами. И они готовы помочь. Для них это не вопрос будет вам снять жилье или еще что-то помочь. И надо в это верить. Главное, чтобы ребенок был крутой. Всем удачи, вам тоже спасибо. Развивайте свой канал. Пусть у вас все получается.